Моя культурная жизнь продолжается. Сегодня мы приехали в ТЮЗ. Вот мы уже на фоне него. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Ирина. Сегодня я решила взять вас с собой в театр. Это Красноярский театр юного зрителя. Один из ведущих театров Сибири. И сегодня мы будем смотреть Алису. Конечно же, спектакль я вам показывать не собираюсь, но там классная инсталляция. Я была на этом спектакле несколько лет назад, и мне очень понравилось. И я хочу вам просто показать, если будет возможность. Красноярский театр юного зрителя был основан в начале 60-х годов, когда в Красноярск приехала группа молодых режиссеров и актеров из Ленинграда. И они хотели создать что-то такое новое, какой-то такой классный театр, который бы отличался современностью и какими-то новыми подходами. И вот уже столько лет театр работает. Это реально один из самых крутых театров, который мне больше всего в Красноярске нравится. Ну что, пойдемте смотреть Алису. На этот спектакль мы сегодня с вами идем, пришли пораньше. К сожалению, экспозиции, которые я ожидала увидеть про Алису, нет, но она где-то у меня в старых-старых видео. Попробую добавить вам ссылочку, чтобы вы посмотрели. А сейчас все посвящено спектаклу «Гоголь». У них экспозиция, в этот раз, сделанная в аквариуме, очень необычно. Подсвечник со свечкой. При этом свечи были созданы вот такие вот произведения. тоже в аквариуме. А вот здесь вот парик. Парик Гоголя. Там где-то, кстати, рыбка плавала, видела. Вот она спряталась, живая в аквариуме. Тут есть еще и кафе, и не останешься голодным. Экспонат «Монетка», которую Гоголь бросил в фонтан «Треви» в Италии. Вот экспонат на деставрации. И везде висят портреты актеров, которые здесь играют. Выглядит зрительный зал. Мы просто приехали пораньше, и там еще наверху, надо мной, есть балкон. Спектакль где-то через полчаса только начнется. Мы пока ходим, смотрим экспозиции. Жалко, что уже нет того, что было раньше, когда я смотрела Алису несколько лет назад. Там реально было очень классно. Было такой вот накрыт стол, чашечки стояли. Ты заглядываешь в чашечку, и из чашечки на тебя кто-то смотрит. В общем, очень интересная сделана была экспозиция. Очень хотела вам заснять. Но вот сейчас по Гоголю, к сожалению. Ну, может быть, и не экземпление, но хотелось очень показать, но уже не покажу. Мы взяли не очень хорошие места, потому что, когда вы смотрите Алису, вот я был вот где-то вот здесь вот села, потому что лучше смотреть все именно по центру. Но билеты в ТЮС раскупаются очень быстро, и нам, во-первых, 21 человек сегодня приехал. Мы уже взяли то, что было. Последние 21 место, кстати, забрали. Вот такой вот у нас ТЮС. Рубка вылезла. Самая интересная большая экспозиция. Да, это дочка-то. О, это чашечка. И, большой-то. Да, это чашечка. Аня! Аня! Аня, как и она. Попрежьте, она,-ше-доже, я-нет! Ага! Ама-да, Нашка! Ага! Ама-да! Хох-х-ха! Играет музыка. Здесь представлена коллекция ароматов, которую создавала наша компания «Металфизика» специально к спектаклю «Гоголь экспонаты». Это во время спектакля люди чувствуют, да? А, это просто ассоциация у них такая, да? В премьере спектакля создавались эти ароматы. Название всех ароматов идет по персонажам рассказов Гоголя. То есть поднимаешь крышечку и можно понюхать, да? Поднимаете мопочку, пробуете аромат, они все абсолютно разные. Есть хорошие ароматы, есть более тяжелее ароматы. Они у нас из «Букхоли» все в продаже. Можно приобрести. Нюхаем ароматы. Здесь есть еще «Букхоли», магазинчик. Зайдем, посмотрим тоже, что там. Там можно купить эти ароматы. Позиция на первом этаже. То есть я спустилась там, где гардероб. Тоже связанная с спектаклем «Гоголь». Театр начинается с вешалки. Вот так вот у нас выглядит холл. И смотрите, здесь вот такая вот тоже композиция. Вот Гоголя сделано. Вроде смотришься в зеркало, а на тебя оттуда смотрит Гоголь. А потом опять зеркало. Такая мистика творится в этом театре. Мне очень нравится то, что театр выходит за пределы зала и делает вот эти вот экспозиции. Это театр-музей получается, но иначе никак не скажешь. Слепки лиц актеров, которые здесь. Работают. Тут приехала с мамой племяшкой. А они тут, оказывается, в кафе сидят. Да нет, не буду. Что дают? Художник должен быть голодным. Чек здесь еще есть. Вот работает. Здесь можно купить и книжки, и сувениры к спектаклям. И вот те ароматы, про которые мы сейчас с вами слушали. Вот уютный магазинчик здесь. Люблю канцелярские книжные магазины. Сколько тут всяких сказок. Классно. Оформление тоже такое уютное. Люди уже заходят смотреть спектакль. Вот, кстати, тут еще что можно купить. Сумочку. Футболочки. Вот, кстати, сувениры, которые приурочены к спектаклю Гоголь. Открыточки со спектакля Алиса. А почем они, скажите? Что сувениры продаются, сказки. Вот только Алиса, да? Ну, еще вот есть открыточки. Открыточки, я видела. Открыточки по 100 рублей. Алиса? Алиса, 405 рублей. 405 рублей. 405 рублей. У нас уже заняли место. Зритель нам занял. У нас 10-й ряд. Начинаем смотреть спектакль. Сабина, ты знаешь сказку Алиса? Ну, третий, стопятый. Я название знаю. Название? А ты про что сказка не знаешь? Нет. Ну, как же так? У меня сиденье. Ну, шла искать, какая Герда. Место охраняется эльфами. Ну, написано. Юмор. Дружник, уступи свое место. Покажи. Бендюжник не уступит своего места. Шляпник. Шляпник. Шangs vedать. Шляпник. Шляпник. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...